Ночь Валера, что это за запись и как она появилась? Эта запись была сделана осенью 1982 года. Все это время она фактически проваляла, скажем так. У меня в фонотеке получилось так, что когда последний раз я видел Витю, я спросил его, сохранилась ли она у него, потому что это было, когда мы писали, это было сделано всего два дубля. Всего-навсего. И Виктор сказал, что нет, он потерял ее где-то в метро, кажется, в Москве оставил. Вот осталась фактически только у меня сейчас она. Здесь мы играем втроем. Я, Виктор и Леша Рыбин, который вот сейчас написал о нем книгу, которая вот скоро, надеюсь, выйдет. Ну, то есть, непосредственно ведь мало кто об этом знает, вообще-то. Потому что люди воспринимают кино таким, какое оно есть. Люди несколько не понимают, что то кино, которое оно есть, вот сейчас, в данном моменте, я говорю о настоящем, естественно. Вот. Это сделанная команда. Потому что в 1982 году никто не знал, кто такой Витя. То есть, ну, как знали, знали Михаил Науменко, Майк, и Боря Гибельщиков. И, в общем-то, тогда с ним они не занимались. Я считаю, что эта запись передает именно тот дух тех лет. То есть, это не сделанная команда. Это не коммерческая запись сама по себе. Это наиболее отражает вообще и характер, и стиль Витя. А где вы вели запись? Сделана была на студии в Малом Драматическом Театре. Довольно-таки забавно. Они мне позвонили. Позвонил мне Леша Рыбин, сказал, слушай, говорит, тут такой классный парень появился. Он имел в виду Цоя, видим. Слушай, говорит, давай с ним запишемся. Я говорю, да вот там чего-то, туда-сюда. Я учился тогда в музыкальном училище еще. Вот. Я думаю, эх, черт. А чего ж не записаться, в конце концов? Они приехали ко мне вдвоем на такси. Погрузили мои барабаны, отвезли в студию. Значит, долго, долго там расставляли все, как я сейчас вспомню, микрофоны всякие. Потом, в конце концов, когда записали, они моментально куда-то сквозанули. Вот. То есть, ну, пропали ребята. Вот. Как потом выяснилось, они побежали к Мише на умингах хвастаться, значит, студийной записью. А я, как дурак, остался совершенно один на улице с этими дурацкими барабанами огромными уже вечером. Причем это было на Рубинштейна. И машину не поймать. В общем, я проклял все. Валентина, что из себя представляет эта запись? Ну, вот как сказал Валерий Кивиллов, это действительно первая попытка группы кино, студийная попытка сделать фонограмму. Относится она к 82-му году, к осени 82-го года. Затем был сделан дубль этой фонограммы на бытовом стереомагитофоне. Но лента была, к сожалению, качество ее оставляет желать много лучшего. И вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы восстановить все эти песни и фонограмму в полном объеме. То есть наложить вторую гитару, на которой играл один и тот же человек, который присутствует здесь. Вот. И восстановить частотную картину этой фонограммы. А какова степень сложности восстановления этой записи? Ну, нам придется, по всей видимости, разделять на отдельные полосы всю фонограмму, компрессировать и чистить каждую полосу в отдельности. То есть работа предстоит достаточно сложная. Тем более, что вы сами слышите, что фонограмма постоянно достаточно завышена. То есть контроль при записи фонограммы был, скажем так, посредственный. Вот. А сейчас из этой записи нужно сделать полноценную, по-моему, чтобы все имели возможность, так сказать, убедиться в реальном, значит, в реальном звучании группы кино на 82-й год. А сколько времени потребуется на то, чтобы ее восстановить? Ну, может быть, это будет две недели, может быть, месяц. Ну, я думаю, в этих сроках, в этих пределах. Саша, а на какой технике будет осуществляться работа над восстановлением записи? Восстановление записи будет осуществляться вот на вот этой всей технике, которую вы видите здесь. Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, на чем была сделана исходная фонограмма 10 лет назад. С тех пор все ушло достаточно сильно вперед. И в особенности заметен прогресс в области звуковой техники. Поэтому все, что вы здесь видите, это кроссоверы, анализаторы, компрессоры, симметраторы, пульты, компьютеры. Это все будет направлено на то, чтобы достичь желаемого результата, о котором сказал Валентин, и привести эту запись в какой-то удобоваримый вид для того, чтобы ее издать. Это сделать будет достаточно сложно, но я думаю, что нам помогут вот эти все умные приборы, которые сделаны сейчас на базе компьютеров. В частности, вот этот магнитофон многоканальный, который нам сильно поможет в этой записи, благодаря ему мы сможем при помощи разделения разложить это и чистить эту запись по частям. Также вот ставят два компрессора, которые, надеюсь, нам тоже сильно помогут. Я думаю, что нам все-таки удастся как-то при помощи этой всей умной техники достичь каких-то удовлетворительных результатов. Какое отношение вы, гитарист группы «Зоопарк», имеете к этой записи? Ну, человек, который является барабанщиком группы «Зоопарк», непосредственно, Валера Кириллов, он попросил помочь в восстановлении, потому что там чисто технические неувязки, кроме голоса, практически ничего больше не слышно. А так как я, в общем, отношусь к тому поколению, когда это все происходило, и воспитывались мы на одной музыке. И с Виктором я не скажу, что был огромным, большим другом, но были знакомы. И всегда с любовью относился к тому, что он делает. Ну, и поэтому посчитал, что, в общем-то, если я помогу Валерию в этом деле, то тут не будет никакого криминала, ничего страшного. Ну, и во вторую очередь, мне, конечно, самого интересно, что это получится, просто как музыканту. Ну, в общем-то, и весь ответ на ваш вопрос. А сталкиваетесь ли вы с какими-нибудь сложностями в работе над этой записью? Ну, безусловно, потому что прошло столько времени, и вот сейчас один из первых дней работы я ловлю себя на том, что моментально все не получается, как ни странно. Я думал, что будет гораздо легче. Оказалось, очень сложно, потому что, ну, так как за 10 лет я и сам заменился. Соответственно, что-то там приобрел и что-то потерял. Вот. А с чем связаны основные трудности? Ну, это очень такой, ну, как сказать, ну, то, что в записи, например, присутствуют определенные огрехи. Те, которые сейчас, они меня моментально забивают. Вот раньше я бы на них внимания не обратил, а теперь сразу вот. Ну, такие шероховатости, мелочи, о которых придется повторить, потому что иначе не получится ничего. Валера, вы барабанщик зоопарка, а вы в качестве продюсера первый раз выступаете? Дело в том, что у меня довольно-таки богатая практика административной работы, как таковой, потому что я... Ну, в свое время мы остались без администратора, я где-то около года, наверное, вел дела зоопарка. А это довольно-таки сложно, потому что группа зоопарк, это, в общем-то, ну, почти как большая компания. То есть у нас свои дизайнеры, свои художники, и контролировать все это безумно тяжело. Довольно-таки. Вот. Сейчас это несколько упростилось все. Ну, там, как времена другие. Вот. Но в качестве продюсера, да, я выступаю первый раз в данном случае. Вот. И... Ну, я думаю, что больших денег, конечно, мы на этом не наживем, на выпуске этой пластинки. Но я считаю, что я обязан это сделать, хотя бы потому, что эта пленка должна жить. После того, как мы сделаем и восстановим ее... Здесь и две песни малоизвестные совершенно. Кое-что здесь есть... Кое-что в этой пленке записано лучше, чем потом, когда он уже переписывал позже. То, что уже входило в другие альбомы. Гораздо лучше сделано, мне так кажется. Ну, больше задора какого-то такого юношеского. Понимаете? Что-то вот здесь такое. Вот. Так что я думаю, что вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!